Рижский государственный электротехнический завод ВЭФ – производитель товаров электротехники и электроники в Латвии. История ВЭФ являлся крупнейшим электротехническим предприятием Латвии. Завод ВЭФ был ведущим производителем АТС, телефонных коммутаторов, телефонных аппаратов, радиостанций, радиоприемников и другой продукции. Заводские корпусы и прилегающий квартал были построены на рубеже 19 XX столетий, до Первой мировой войны здания, где впоследствии разместился завод ВЭФ, принадлежал электромеханическому заводу «Унион». Датой основания предприятия считается апрель 1919 года, когда начальник Департамента почты-телеграфа Латвийской Республики Эдуард Эскадикез издал приказ, которым Александру Типайнису было предложено организовать механическую мастерскую по ремонту телефонных и телеграфных аппаратов, линейного оборудования и почтового инвентаря. В 1920 году было приобретено различное производственное оборудование, которое было размещено в подвале Департамента почты-телеграфа, а в следующем – 1921 году мастерская начала производства телеграфных аппаратов систем Хьюза и Морзи. В 1922 году предприятие начало выпуск телефонных аппаратов, а в 1924 году – детекторных радиоприемников. В том же 1924 году мастерская переехала из подвала Департамента почты-телеграфа в здание бывшего городского ломбарда на улице Слакас. 16. Количество работников предприятия превышало 300 человек. По сути, это была уже не мастерская, а завод. Предприятие быстро развивалось и в 1927 году вновь встал вопрос о расширении производства. Было принято решение купить у ликвидационной комиссии Всемирной электротехнической компании бывшие помещения завода «Унион» на улице Бревибас. 19. В 1928 году, после приведения помещений в порядок, предприятие переехало туда, где существует и поныне. Завод был назван PTVGD. Предприятие достигло такого уровня, что большинство комплектующих для своей продукции производило самостоятельно. В то же время многие иностранные фирмы пытались утвердиться в Латвии и завод просто не мог с ними конкурировать. Руководитель предприятия Александр Типайнис пролаборировал введение высоких таможенных пошлин на каждой введенной в страну радиоприемник 10 лат за каждую радиолампу. Это делало невыгодным ввоз приемников из-за границы, но защищало и стимулировало местного производителя. В 1930 году предприятие приобрело фанерную фабрику «Латвижас Берзес», что позволило изготовлять качественные корпуса для своей продукции. А начиная с 1935 года строить самолеты, PTVGD начал производство автоматических телефонных станций. Была куплена лицензия у немецкой фирмы Mix & Amp Genis для производства станций небольшой номерной емкости и станций большой номерной емкости. К 1940 году большинство телефонных станций в Риге и населенных пунктах Латвии были производства PTVGD. В феврале 1932 года завод сменил название и стал называться «Валс Электротенизка Фабрика». В начале фабрика называлась «Валс Электротенизка Фабрика Перконс», но вскоре от молнии отказались. В середине 1932 года был объявлен конкурс на фирменный знак завода. В данном конкурсе победил молодой дизайнер Карл Эрбетис. Завод производил широкий ассортимент продукции, телефонные аппараты и телефонные станции, радиоприемники, утюги, радиостанции, электролампы, электрические фонарики, фотобумагу, спортивные самолеты и даже военные истребители ВИЭФ Эрбетис-16. В 1937 году ВИЭФ начал производство миниатюрных шпионских фотоаппаратов «Минокс». Творение «Вальтера Цаппа» лицом завода стали радиоприемники ВИЭФ. На международных выставках 1935 года в Брюсселе и 1937 года в Париже аппаратам под маркой ВИЭФ были присвоены «Гранд Прикс». Завод изготавливал такое количество радиоприемников, что местный рынок был не в состоянии поглотить их. Был начат экспорт радиоприемников в другие страны. Начиная с 1935 года у ВИЭФ открыты торговые представительства в Таллине, Каунасе, Хельсинки, Осло, Цюрихе и Лондоне. Перед Второй мировой войной ВИЭФ экспортировал 8 тысяч радиоприемников в год. Помимо радиоприемников на заводе производились кинопроекторы, силовые трансформаторы для электросетей, высоковольтное оборудование, силовые кабели и провода, ветрогенераторы, радиостанции для морских судов и самолетов, стационарные радиопередатчики, батарейки и аккумуляторы, пылесосы. Также малыми партиями изготавливались дорожные машины. Был выпущен первый латвийский автомобиль «Форд Вайрокс». В 1937 году на ВИЭФе был сконструирован мотоцикл «Пандера». Конструктором мотоцикла был Карл Эрбетис. На мотоцикле был применен электрический стартер и V-образный двигатель. Кстати, раньше, чем он появился на американских мотоциклах «Харли Дэвидсон». После установления советской власти в Латвии в 1940 году завод взял под свой контроль Народный комиссариат электротехнической промышленности СССР. В октябре приемки завода был отмечен высочайший технический уровень ВИЭФа. Были переведены на советскую элементную базу моделей радиоприемников, подготовленных к производству в 1941 году. Доставлены на завод советские радиокомпоненты, но в 1941 году началась война. Латвия была оккупирована немцами и владельцем завода стала немецкая фирма «Эйджи». Предприятие теперь называется не «ВФ», а «Эйджи Астландуэргэм». На заводе производятся радиоприемники «ВИЭФ Супер М517» сначала на советских лампах. Затем они были переведены на немецкие радиолампы серии Е11 «ВИЭФ Супер КБ-416» немецкий офицерский чемоданчик «ВИЭФ Супер Б417» батарейный вариант «М517» на лампах серии «Д-21». Также на заводе производились танковые, судовые, пехотные и авиационные радиостанции. Различные приборы для настройки и контроля радиооборудования, а также авиационные приборы для штурмовиков «Юнкерс-87». В 1944 году перед освобождением Риги от немецкой оккупации большая часть технологического оборудования и готовой продукции была вывезена, а заводские корпусы взорваны. После войны завод был восстановлен и уже в 1945 году заработал цех по производству фотобумаги. В конце 1945 года был выпущен радиоприемник «ВИЭФ Супер М557», который является упрощенным вариантом радиоприемника «ВИЭФ Супер М517». Был также выпущен малой серией 13-ламповый радиоприемник высшего класса «ВИЭФ Супер ЛАК СМ1357», также являющийся упрощенной копией радиоприемника «М1307» с фиксированными настройками автоподстройки частоты гетеродина, приводом механизма настройки электродвигателем, экспандером для расширения динамического диапазона звука, громкоговорителем с облегченным подвесом. Схемотехнические решения данных аппаратов впоследствии были применены в радиоприемниках «Латвия М137» и «МИР М152». Однако время ламповых радиоприемников уже заканчивалось. В 1960-х годах на «ВИЭФе» началось производство транзисторных приемников. Первый такой радиоприемник под маркой «Испидола» был выпущен небольшой серией в 1960 году. Массовый выпуск начался в 1962 году. Приемник оказался весьма удачным и быстро завоевал популярность в СССР, несмотря на довольно высокую для того времени цену. Варианты «ВЭФ Спидола», «ВЭФ Спидола-10», «ВЭФ Транзистор-10» отличались от первой модели внешним оформлением, конструкцией шкалы настройки и незначительными изменениями в электрической схеме. Кроме того, варианты для внутреннего рынка и для экспорта различались границами диапазонов. Конструкция «Спидолы» стала основой для разработки многих последующих моделей, отличавшихся многочисленными усовершенствованиями, в том числе добавлением регулятора тембра, диапазона УКВ, более современной элементной базой, улучшенными электроакустическими параметрами ИДР. Одна из разработок из этого ряда была в 1968 году передана на Минский радиозавод и дала начало семейству приемников «Океан». Характерная конструктивная особенность «Спидолы» и ее модификации. Переключатель диапазонов сделан в виде барабана, на котором закреплены входные гетеродинные контуры. Во время СССР завод «ВЭФ», который специализировался на электронике, был одним из крупнейших предприятий этого рода. В 1966 году завод был награжден Орденом Ленина, в 1969 году заводу присвоили имя «В» и «Ленина», а в 1985 году завод наградили Орденом Октябрьской революции. Изготовление электрических ламп выделили в отдельное производство, и в 1950 году на базе ЦХ по производству электрических ламп «ВЭФ» был создан Рижский электроламповый завод. В 1963 году изготовление коммутационной техники военного назначения также было выделено в отдельное производство. На базе одного из цехов «ВЭФа», где производилась коммутационная техника военного назначения, был создан завод «Коммутатор». Наряду с заводом «ВЭФ» в число крупнейших предприятий по производству телекоммуникационного оборудования и электроники входили Рижский радиозавод «МПОПОВА», завод «Альфа», заводы «Коммутатор» и «ЛР». На пике развития в 1991 году у «ВЭФ» работали 20 тысяч человек, его самой известной продукцией были телефонные аппараты, телефонные станции и радиоприемники. Однако после распада СССР, обретение Латвии, независимости и открытие границ латвийской электронной промышленности стало трудно конкурировать с продукцией иностранных фирм. Ситуацию сугубило снижение качества продукции из-за разрыва хозяйственных связей, а также плохое сервисное обслуживание. Попытки реструктуризовать «ВЭФ» и организовать совместное производство с иностранными фирмами не улучшили ситуацию. «ВЭФ» был разделен на шесть небольших фирм, большинство из которых уже не существует. В трех остальных компаниях – «ВЭФ Анка», «ВЭФ Телеком» и «ВЭФ Радиотеника» РАРАР работают от 100 до 200 человек в каждой. В 1999 году завод был приватизирован и реорганизован. Долгое время многие помещения завода были заброшены. Сейчас часть ветхих корпусов снесена, на месте некоторых идет строительство, а другие помещения завода сдаются в аренду. Одна пятая часть территории завода занимает торговый центр «Дамина». Еще на некоторой части территории завода располагаются различные фирмы. «ВЭФ» объединился с фирмой «Радиотехника», но даже несмотря на это завод занимает небольшое здание «Продукция завода». Список радиоаппаратуры, выпущенной радиозаводом «ВЭФ» после 1945 года. Предприятием выпускались малосерийные и опытные аппараты. Они могут быть не указаны в вышеприведенном списке. Прочая продукция «Мотоцикл Пандера» сконструирована Арнольдом Пандерсом. В разработке транспортного средства принимал участие авиаконструктор Карлис Ирбетис. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова